Ассамблея Крещение киевлян и последующее распространение веры послужило объединение разгрозненных, зачастую враждовавших между собой славянских племен и становлению государства. Православное Буховенство вместе с Богом Поведой Евангелия одновременно приобщало наших предков к богатой христианской культуре и цивилизации византий. Воспространение на Руси книжности, развитие проследительской деятельности привело их к формированию национального культуры. В истории России было немало драматических периодов. Преодоление многочисленных внешних и внутренних испытаний, сохранению самовидности и независимости значительно способствовала Русская Православная Церковь, которая была и в осенней отдается духовной стрелькой, объединяющей народы исторической усилий. Возвещая воскресшего из мертвых Господа Иисуса Христа, Церковь учит в любви к Богу и ближнему, призывая людей к миру и согласию, взаимному прощению и терпению, заботиться о нравственном возрастании своей паспи. Убежден, что укрепление от дружественных, братских отношений между нашими народами, сбережение общего духовного и культурного наследия, вне зависимости от границ и политического контекста, является залогом благополучного развития стран Русского мира. Желаю участникам Ассамблеи помощь Богу и труда, благотворных дискуссий и всяческих успехов в добрых делах и начинаниях. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Я хотел бы сегодня выполнить приятную и почетную миссию и от имени Святейшего Патриарха Кирилла вручить высокую церковную награду председателю управления Фонда «Мужский мир» Вячеславу Алексеевичу Никонову. Во внимание усердных труда в связи с 55-летним со дня рождения и 5-летним фонда «Русский мир» председатель управления Фонда «Русский мир» Вячеслав Алексеевичу Никонов награждается орденом Русской православной церкви святого благополепного князя Даниила Московского. Дружу России и Русской православной церкви Вячеслав Алексеевичу Никонову. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...